На волне различных айфонов, сяоми и самсунгов бывает такое, что где-то потихоньку загорается звезда. И на мой взгляд вторая вспышка такой звезды как хуавей, а в частности линейки Honor пылает своим огнём как нельзя ярче. Сегодня мы рассмотрим смартфон, который определённо интересен не только своими характеристиками и дизайном, но и ценой. Встречайте, перед вами Honor 10, а вы на канале sibdroid.ru и мы начинаем. Во внешнем виде Honor 10 трудно не заметить преемственность с прошлогодним Honor 9 и новым Huawei P20 Pro. От прошлого поколения смартфон унаследовал стеклянный дизайн от текущего флагмана Huawei исполнения лицевой панели, где главной деталью является монобровь. Расцветка задней панели в стиле хамелеон красиво и завораживающе бликует на солнце огромным количеством оттенков. Синим, зелёным, фиолетовым, перламутровым, бирюзовым и многими другими. Задняя поверхность изготовлена из алюмосиликатного стекла. В отличие от большинства стеклянных гаджетов, Honor 10 практически не скользит в руке. На задник нанесено олеофобное покрытие, но появлению отпечатков пальцев и жирных разводов оно практически не мешает. К сожалению, все стеклянные смартфоны марки и быстро царапаются, и тестируемая модель не является исключением. Спереди же Honor 10 оснащён вытянутым 5,84-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19 к 9 и плотностью пикселей 432 ppi. Характеристики практически идеальные. Экран большой, а смартфон достаточно компактный. Чёткость изображения высокая, углы наклона широкие, а компактности и яркости хватает почти при всех условиях, за исключением яркого летнего солнцепёка. И то даже при таких условиях экран показывает себя вполне прилично. В дисплее Honor 10 преобладают тёплые розовые и жёлтые оттенки, но в настройках можно выбрать цветовой режим и температуру. По дизайну Honor 10 близок к каталонам этого года. Стеклянный, переливающийся и естественно с вырезом. Так сказать, все звёзды сошлись для того, чтобы дизайн смартфона вам понравился. Китайские разработчики активно занимаются разработкой собственных мобильных чипсетов Kirin, которые они используют в большинстве фирменных гаджетов. Процессоры может и уступать флагманским аналогам от Qualcomm, но обеспечивают отличную энергоэффективность, плавную работу интерфейса и быстрый запуск приложений. Honor 10 использует последний и самый лучший чипсет от Huawei. Он называется HiSilicon Kirin 970 и это очень мощный процессор, который вы найдёте внутри Huawei P20, который был выпущен в начале этого года. Заметить за Honor 10 в повседневном режиме подтормаживаний и микролагов практически невозможно. Радует, что открытые приложения не выгружаются из оперативной памяти. Даже на следующий день вкладки браузера откроются без перезагрузки. С играми ситуация аналогична. Можно устанавливать и играть во всё, что угодно. Например, PUBG работает без торможений и заметных поддёргиваний на высоких настройках графики. Но через некоторое время просаживается фпс и троттлинг может появиться. Ещё одним признаком, который на это отсылает, является нагрев задней части при длительных игровых сессиях. Другими словами, Honor 10 потянет все игры на высоких настройках графики, но гарантировать стабильно высокий фпс нельзя. Скорее всего, недостаточная мощность в обработке 3D графики вызвана графическим чипсетом Mali. Honor увеличила размер аккумулятора Honor 10 относительно девятки с 3200 до 3400 мАч. Однако пока это может показаться улучшением, стоит отметить, что экран телефона стал больше, поэтому питать придётся больше пикселей. Тем не менее, как и в случае с Honor 9 мы обнаружили, что смартфон будет служить полный день на одной зарядке. Поддерживается несколько устройств SuperCharge с током до 5 ампер. Такие устройства для зарядки способны зарядить полностью разряженный аппарат за 1 час и 20 минут. Это не слишком впечатляющий результат, но даже такого может не быть у флагманов некоторых производителей. Динамики работают в стерео, но верхний динамик практически не включён в работу. Из-за этого можно сказать, что звук всё же моно. В качественных наушниках треки разных жанров звучали очень чисто, объёмно и насыщенно. Спасибо технологии Huawei Histon и встроенному ЦАПу. Последний не настолько крутой, как в музыкальных флагманах вдвое дороже, но работает достойно. Есть удобный встроенный 10-полосный эквалайзер и пресеты для разных типов гарнитур. Даже на максимальной громкости динамик не превращает в кашу сложную инструментальную композицию. Беспроводной звук у Honor 10 без изысков. Поддерживается APTX HD, но добавить поддержку кодека LDAC почему-то забыли. Honor 10 оборудован двойной камерой с модулями на 16 и 24 Мп. Эффект боке в режиме искусственного интеллекта срабатывает отлично. Задний фон размывается, а передний остаётся чётким. На границах размываний нет. При обычных условиях съёмки и хорошем освещении проблем быть не должно. При слабом искусственном освещении камера может позволить себе шумы на заднем фоне и по краям снимков, но место фокуса обычно получается чётким и детализированным. При ночной съёмке появляются незначительные шумы, возможно снижение чёткости. Для мобильной камеры это не критично даже в 2018 году. Honor 10 получил отличные камеры с дополнительными функциями, которые создают качественные, чёткие и насыщенные снимки. Основной фотомодуль хорошо справляется со съёмкой при недостаточной освещенности, а также делает фотографии с эффектом боке. Honor 10 сочетание современных технологий и стиля. Китайский саббренд в очередной раз выпустил смартфон, который наверняка станет бестселлером. Современный дизайн, отличные камеры и наличие модных функций делает этот гаджет отличным выбором в сегменте до 30 000 рублей. А приобрести его вы можете в нашем интернет-магазине sibdroid.ru по очень привлекательной стоимости. Также на все смартфоны у нас действует скидка по промокоду, который нужно вводить при оформлении заказа. Все ссылки вы найдёте в описании. А вам друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А для вас этот обзор сделал я, Игорь и интернет-магазин sibdroid.ru До скорых встреч!